И сегодня нам предстоит обсудить тему, которую многие стараются обходить стороной. Ведь еще каких-то 20-30 лет назад, после смерти человека, из его памятных вещиц оставались только фотографии, письма и различные безделушки. За последние годы ситуация кардинально изменилась, и сегодня на их место пришли цифровые воспоминания, профили в социальных сетях, различные аккаунты и бесконечные переписки в мессенджерах. Однако научно-фантастические фильмы и литература подсказывают нам другое решение — перенести сознание из сосуда тела туда, где его можно будет хранить вечно. Идея кажется далекой от реальности, но кое-какие шаги в этом направлении уже сделаны. Футуристы считают, что цифрового бессмертия можно достичь несколькими путями. Во-первых, ученые однажды могут обнаружить и преобразовать гены, которые отвечают за старение организма и угасание жизненных функций. Так что мы получим двойной результат. То есть мы не просто будем жить вечно, но еще и останемся молодыми. Еще в 2014 году ученые из Гарварда приостановили и даже обратили вспять старение мышей. Впрочем, шутки с генами плохи и могут привести к необратимым последствиям. Так что на людях подобное пока еще не испробовали. Второй вариант выглядит иначе. Мы научимся создавать взаимозаменяемые органы и ставить, например, вместо одрехлевшего сердца новенькое. Кстати, нечто подобное уже существует. Искусственные органы и ткани уже вовсю создают и даже пересаживают животным. Американский футуролог и изобретатель Рэй Курцвейл считает, что человечество уже довольно близко подошло к бессмертию. Скоро появятся нанотехнологии, которые позволят запускать в кровеносную систему человека нанороботов. Они будут лечить внутренние органы и контролировать старение. Но самый правдоподобный способ достичь цифрового бессмертия выглядит немного иначе. Это создание аватара человека с новым телом, но прежними мыслями, воспоминаниями и даже характером. Футурологи уверены, что скоро нам удастся перенести наше сознание в другие оболочки. Но тут возникает проблема. Что такое сознание и как оно работает, до сих пор никто точно не знает. Возможно, здесь придет на помощь проект «Голубой мозг», запущенный еще в 2005 году. Это цифровая реконструкция человеческого мозга во всех его подробностях, которая позволит понять, как функционирует сложный орган и как формируется личность и сознание человека. Пока команде проекта удалось создать электронную копию только мышиного мозга. Теперь дело за человеческим. Обещают, что на это может уйти порядка 10 лет. Люди жаждают цифрового бессмертия по двум причинам. Им хочется и самим жить вечно, и не терять близких людей. Второй целью служит урезанный способ цифрового бессмертия. Это возможность сделать копию человека на основании его поведения в интернете. Человеку уже не будет в живых, но искусственный интеллект спрогнозирует, какие записи он мог бы делать в социальных сетях и продолжит их постить. По такому принципу уже работают некоторые зарубежные компании. Они создают виртуальную копию умершего человека на основании имеющихся данных. И любой желающий может с этим аватаром поговорить. Он будет отвечать так, как это делал бы живой человек, используя те же выражения и те же смайлики. В листе ожидания пользователей, желающих воспользоваться таким сервисом, уже стоят десятки тысяч людей. Впрочем, вероятно, решить все эти задачи у нас так и не получится. Есть ученые, которые полагают, что человеческий мозг и сознание невозможно воспроизвести. И тут не помогут никакие технологии. Например, есть ученые, которые сомневаются, что мозг можно переделать в цифровой носитель в мельчайших деталях, включая интуицию и вкусы человека. Так что возможно, что человеческое сознание и правда не повторит. События оригинального фильма «Бегущий по лезвию» разворачиваются в ноябре 2019 года. В ленте мы видим кучу небоскребов, летающих автомобилей, голографической рекламы и роботов, неотличимых от людей. Примечательно, что Ридли Скотт снял этот фильм в далеком 81-м, а книга, на которой он основывался, и того была написана в 68-м. В то время люди представляли наши с вами дни, как эпоху мегаполисов, киборгов и царства победивших технологий. Однако на деле все вышло немного по-другому. У микрофона любитель высоких технологий Александр Тагиров, и сегодня мы поговорим о том, как ученые и писатели видели наше с вами время. Начнем издалека. Около 120 лет назад немецкий шоколадный бренд напечатал серию почтовых открыток, на которых художники пофантазировали на тему того, как же может выглядеть наше будущее. Согласно их видению, сейчас мы уже должны были научиться ходить по воде и обладать персональными крыльями. Ничего из этого, конечно же, не случилось. Однако наши предки были правы в другом. Они отлично угадали возможность транслировать происходящее в одном месте в любые другие точки мира и машины для создания хорошей погоды. Во всяком случае, прямые эфиры и трансляции уже давно стали частью нашей с вами жизни благодаря гаджетам. А службы по активному воздействию на погоду очень часто задействуют во время крупных городских праздников. Французским художникам тоже кое-что удалось. Они предсказали автоматические ролики, электрические роботы-уборщики и кино как способ связи. Все верно. Ведь у нас есть моноколеса, гироскутеры, роботы-пылесосы и скайп. Остальные их догадки выглядят как дань уважения произведениям Жуля Верна. Другое дело — это советские ученые. В 1957 году вышла книга «Репортаж из 21 века», в которой 20 советских ученых прогнозировали будущее на 2007 год. Там академики предполагали, что термоядерные станции появятся уже к 2000 году, но их надежды не оправдались. Зато в отношении развития электронной промышленности они были абсолютно правы. Ученые прогнозировали появление автоматизированных заводов, и они появились. Люди на них, конечно, работают, но их почти в пять раз меньше, чем на схожих обычных заводах. Другие ученые предполагали, что автоматизация затронет почти все сферы нашей жизни. Автоматическими станут не только заводы и фабрики, но и наши с вами дома. Полвека назад считали, что у нас появятся универсальные машины, которые смогут понимать приказ убираться в квартире, приготовить ужин или почитать самые свежие новости. И вот тут они оказались очень близки к нашей с вами действительности. Система умного дома совместно с компьютером уже способна показать что-то похожее. В 2020-м технологический прогресс происходит гораздо быстрее, чем 50 лет назад. И вполне возможно, что даже самые сумасшедшие фантастические задумки скоро станут частью нашей жизни. Возникает вопрос, чего стоит ждать от технологий в ближайшие 10 лет? Давайте рассмотрим самые перспективные отрасли на данный момент. Последнюю добрую сотню лет человечество все больше стремится в бескрайние просторы космоса. Однако не стоит забывать, что точно такой же космос находится внутри живых организмов и отдельных клеток. И все это тоже до сих пор неизведанное пространство. Так что вполне очевидно, что биотехнология – одна из самых динамично развивающихся наук современности. И в ней стоит ожидать наиболее резвого прогресса. Генная терапия и редактирование генома совсем скоро станет реальностью. И сначала превратится в реальный исследовательский метод, а затем в дорогостоящую процедуру для богачей. Ну и, наконец, в обыденную медицинскую практику. При этом футурологи утверждают, что весь этот путь вполне может быть пройден за ближайшие 10 лет. Так что консультант по ДНК-тестам станет вполне популярной профессией. А работа с геномом станет чем-то вроде программирования. Сложной, высокооплачиваемой и популярной работой. Еще одна перспективная отрасль ближайшего десятилетия – это, конечно, робототехника. Развитие роботов может привести к настоящему кризису трудоустроенности. Во-первых, роботы медленно, но уверенно будут заменять людей в тех областях, где не нужно проявлять фантазию. Зато нужно четкое и уверенное выполнение прописанных сценариев. Специалисты служб поддержки, официанты, фармацевты, курьеры и автослесари – всех их могут заменить роботы. Безотказные и вежливые. Однако благодаря искусственному интеллекту появятся и новые профессии. Одной из таких станут менеджеры роботов, решающие конфликтные ситуации, которые выходят за рамки прописанных сценариев. Также в ближайшее десятилетие могут появиться киберсуди и киберадвокаты для разбора судебных случаев, возникших из-за действия роботов и искусственного интеллекта. Там, где есть роботы, как правило, появляется и роботизированный транспорт. Это третья область, которая сейчас развивается с бешеной скоростью. Однако, несмотря на успехи в развитии автопилотов, живые люди все еще будут оставаться за рулем авто. И довольно долго. Это совершенно точно касается частного транспорта. А вот в сфере общественных перевозок вытеснение людей-водителей автопилотами будет идти гораздо быстрее. Беспилотные автобусы и поезда метро станут нормой, по крайней мере, в крупных городах. При том, что для внедрения таких технологий сейчас главная проблема – это вовсе не отсутствие разработок, а банальная городская логистика. И необходимость создавать выделенные полосы движения, на которых условные автобусы-беспилотники будут по минимуму пересекаться с остальным транспортом. В мире технологий и гаджетов виртуальная реальность вырывается на передний план. Но идея полного ухода в цифровой мир для одних остается заманчива, а для других – пугающе. На помощь здесь приходит технология дополненной реальности, которая является чем-то промежуточным между полностью цифровым миром и миром реальным. Если говорить простым языком, то речь идет о возможности накладывать своеобразные фильтры на окружающую нас действительность, получая дополнительную информацию об окружающих нас вещах. Одна из сфер, идеально подходящих для виртуальной реальности – это, конечно, медицина. Технология позволяет студентам медвузов получить необходимые навыки, а действующим хирургам отработать тонкие и сложные манипуляции. На стекла очков могут выводиться результаты КТ и рентгена, а также вспомогательная информация, история болезни и другие данные пациента. Удаленная техподдержка – еще одно перспективное направление. К примеру, смарт-очки дополненной реальности можно использовать для круглосуточной техподдержки сотрудников. Видео со встроенной камеры передается в головной центр, где сидят технические эксперты. А они, в свою очередь, высылают необходимые инструкции и схемы, которые отображаются на дисплее очков полевого работника. Дополненная реальность – старый друг экскурсоводов и музейных работников. Видеогиды с 3D-изображениями давно утраченных экспонатов и элементов интерьера сегодня используют многие музеи мира. Применяются они и в России. Чтобы посмотреть на ожившего динозавра или плывущий флот времен Екатерины II, достаточно просто надеть очки дополненной реальности. И это лишь немногие сферы, где такие технологии могут приносить ощутимую выгоду. С каждым годом они все глубже проникают в нашу жизнь. И то, что было фантастикой еще вчера, сегодня кажется почти обыденным. Одним из очевидных лидеров разработки таких технологий является небезызвестная компания Google. На днях калифорнийские разработчики анонсировали следующую версию своей гарнитуры дополненной реальности – Glass Enterprise Edition 2. У них будет усовершенствованный процессор, камера получше и ряд других обновлений. Новые очки Google направлены исключительно на бизнес-сегмент. А это значит, что продаваться клиентам напрямую они не будут. Зато ожидается, что технология дополненной реальности поможет сэкономить миллионы долларов, а также позволит людям работать быстрее, точнее и с меньшими усилиями. На этом у меня все. С вами был Александр Тагиров.